Приветствую вас. Смотрите, знаете, вот я бы вам ответил бы немножко с такой позиции, что показательным моментом является вот то, что вы на первый план выставляете. Вы выставляете на первый план. Не саму работу, не идеологию, не философию, не кайф от работы. А технические моменты, они безусловно важны, но технические моменты могут быть переиграны еще очень-очень много раз. Вместе с тем, вы не обращаете, как будто бы, внимание, как мне кажется, вы не обращаете внимания, ну, такого вот, должного внимания, да, на то, что у вас есть тревога. Я не знаю, как вы, но мне кажется, что если у вас сейчас есть тревога, хотя вы только обучаете, да, вы еще не консультируете, вы только обучаете самоотвержение и тревога, то, что будет, когда вы начнете консультировать, что произойдет, когда вы начнете консультировать. Будет ли ситуация вкладываться так, что вы еще в большую тревожность впадете, например? Понимаете, да, ага, о чем идет речь, понимаете, да, что я имею в виду? Вот это очень важно. То есть сама по себе тревожность, это непринятие определенных моментов в жизни человека, в вашей жизни. это непринятие определенных сторон, ваших сторон, это борьба с определенными сторонами, с вашими сторонами. Идея заключается в том, для вас, чтобы постараться это увидеть в фидометре. Дальше, что бы я ни сказал по поводу технических моментов, все может переиграться, все может поменяться. Потому что мы живем в эпоху, когда бушуют болезни, бушуют пандемия, и все может быть, все может быть изменено, все может измениться прямо вот завтра. Поэтому, сейчас все, абсолютно все учатся на заучной форме, как будет дальше, не ответственно. Но важно, немножко другое, что я, слыша, ну, читая, образно говоря, слыша то, что вы пишете. Я вижу не человека, который стремится помогать людям и ищет для этого способ. Я вижу человека, который приводится по поводу технических моментов. Если вы хотите, если вы хотите помогать людям, если вы не можете без того, чтобы не помогать людям, то вас не остановит ничего. Вам не помешает ничего. Понимаете? Какая штука. Но если вы следуете какой-то другой цели. То есть, если вы преследуете какую-то другую цель, если вы хотите идти в психологию не потому, что хотите помогать людям, а для чего-то другого. Я думаю, что вот это уже момент. Мне кажется, что вы всегда будете привозиться, если для вас будет важно, так сказать, в периферии. Это для вас будет важно периферия. Не самое важное, то есть работа с другими людьми, а именно периферия. Если периферия для вас будет важно, то всегда вы будете тревожить, всегда вы будете переживать, всегда вам будет тяжело, всегда вам будет что-то угрожать. Потому что это действительно легко сделать. Легко угрожать тому, кто для кого возможно потерять какие-то вещи. К сожалению, это вот такая штука. Хочется вам этого или нет? Но это вот так работает. Примерно. Дальше идём. А вот если мы говорим о ваших вопросах, вы сможете консультировать после того, как получите общее образование психолога, и после этого пройдёт и после того, как вы хотите приготовку по какому-нибудь направлению психотерапию. Понимаете? Только после этого вы сможете консультировать. Вот я бы, ну я бы сказал, полностью. Потому что психологическое образование, первое, общее психологическое образование, не даёт навыков именно для консультирования. Это больше про общую подготовку. Понимаете? Это больше про общую подготовку. Это не про консультирование. Больше. Поэтому консультировать углы в любом случае полноценно сразу после того, как получите общее психологическое образование, не сможет. Не сможет. Там же в зависимости от школы психотерапии, вот, свои собственные рекомендации. По поводу профессиональности, компетентности, опыта личной супервизии, которые я сам посещал. Всё это даётся в конкретной школе психологии. Понимаете? Супервизия, Яна, это помощь менее опытному коллеге-психологу в консультировании. А личная терапия, это личная терапия. И личная терапия, например, нужна в гистальт подходе. Супервизия обязательно, психоанализы и так далее. Но это нужно различать. Дальше. Обязательно к исполнению. Ну, в вашем случае, очевидно, необходимо работать с тревожностью. Что-то дольше я могу выделить сейчас. В вашем случае, случае. Есть сомнения, ну как-то. В вашем случае, просто в силу вопроса, который вы задаёте, чувствуется, что это важнее. А не сама работа с людьми, повторюсь. Поэтому, думаю, да. Думаю, вам нужна терапия, как минимум. А супервизия, это когда начнёте сами консультировать. Как правильно найти наставника, а главное, где, когда живёшь в провинции? Пожалуй, самый интересный лично для меня вопрос, потому что вопрос наставника для меня тоже был актуал. Ну, как был, он, мне кажется, этот вопрос всегда актуал для психолога, потому что в какой-то степени психотерапия это искусство. Это творчество, это искусство, и, как у любого человека искусство, должен быть, так сказать, гуру. Вот, и не всегда этот гуру присутствует в реальной жизни и в реальном мире человек. А, вот. Как найти наставника? В первую очередь, вам необходимо определиться с вашей школой психотерапии. Какая это школа психотерапии? Повторюсь, психотерапия не наука. Психология — это наука. Психолог — это научный человек, это человек науки. Психолог — это исследователь, не психотерапевт. Психотерапевт — это человек, который изучает психотерапию и занимается психотерапией, а это не ученый. Поэтому наставника вам нужно искать в ключе именно той школы психотерапии, которую вы выберете для себя в качестве основного. Причем не стоит пытаться охватывать все школы психотерапии. Имеет смысл заняться одной, которая вам понравится. И минимум пару лет, лучше 3-4-5 лет позаниматься идеей. Дальше, если появится желание, пробовать что-то еще. Так вы сможете стать профессионалом именно в этом направлении. Вот так вот. Уже в рамках школы, в рамках школы, вы найдете встрет этого человека. Вам не обязательно быть с этим человеком знакома и лично. Вам не обязательно выступать с этим человеком. В контакт. Вот. Ну, не всегда есть, не всегда есть такая возможность. Вот. Но это человек, которым вы будете вот сейчас. Это человек, который будет, по крайней мере, на первых порах воплощать в себе все то, что для вас важно. Что все то, что для вас, для вас все, все, потом рано или поздно вы вырастите и поймете, что сможет идти дальше. Наставник перестанет быть наставником. Но поначалу это именно так. Такая вот история. Такой ответ я могу вам дать. Вот. В принципе, наверное, наверное, то, что можно вам сказать. На этом все. Надеюсь, что было полезно. Обращайтесь, если появится желание. Буду благодарен за обратную связь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok